О книге, посвященной народу Казахстана, говорили сегодня за круглым столом в Алматы ученые-депутаты. Эра независимости, написанная Нурсултаном Назарбаевым, отражает авторский взгляд на новейшую историю и будущее страны. Участники мероприятия поделились сегодня своими впечатлениями. Эта книга посвящена моему народу. Вместо эпиграфа трогательные слова, будто признание перед 18 миллионами казахстанцев. Нелегкий путь длиной 26 лет, который преодолели все вместе, президент и народ, даже с высоты времени оценить непросто. Но автору книги удалось как настоящему эксперту проанализировать нашу жизнь в независимом государстве. И как настоящий публицист он рассказал о ней на понятном языке, который рождает душевный отклик. Это очередной, очень важный труд. У каждого независимого государства существует несколько этапов развития. Первый, самый важный и самый сложный. Нужно построить новый государство. Это кажется, что все страны состоялись. Нет. В 60-е годы прошлого века независимость получили в Африке, например, ну и во всем мире получило около больше 50 стран. Из них состоялся 2-3. То есть 85-90% не состоялись. Рождение государства. Какими они были первые годы? Президент вспоминает забастовки на крупных предприятиях, хмурые лица руководителей регионов. Сколько же вызовов бросает время? В 91-м году 20 вызовов стояли. Даже одно не решишь, страна не состоится. Вот мы 20 вызовов решили. Именно поэтому государство состоялось, говорят депутаты и ученые. 26 лет – это три модернизации. У них разные текущие задачи, но вместе целостный процесс обновлений и развития, пишет предисловие Нурсултан Назарбаев. Здесь четко структурирована целая модель, казахстанская модель развития. А в целом, когда создается что-то новое, сначала гипотетическое есть такое-то представление. Потом создается определенная прогнозная модель. Потом эта модель как будет реализоваться. Вот в целом здесь я бы отметил особую роль главы государства. Судьба каждого – судьбе Родины. Так называется последняя глава книги. Это даже не заключение. Это обращение к читателю, от посильного вклада которого зависит, каким будет наше будущее. Алма Уразбаева, Эдуард Кон. Итоги дня Алматы. Продолжение следует...